Серед постоянной напруги, спорт поддерживает тебя. Не корректирует свои действия в зависимости от того, кто является, кто занимает какую должность в российской армии и в российском флоте. Вообще, на самом деле, здесь есть одна очень важная особенность. Дело в том, что если в Украине фигуры главнокомандующего имеют значение, это личностная какая-то история, то есть вот был генерал Заложный, сейчас генерал Сырский, это все фигуры какие-то, то в России все совершенно иначе, потому что уже достаточно длительный период нет никаких вестей о генерале Герасимове, который возглавляет генеральные штабы, фактически, по факту является главнокомандующим российской оккупационной армии, но никто ничего по этому поводу не беспокоится, и есть генерал Герасимов, был генерал Суровикин, ничего не меняется. Поэтому в России несколько иная ситуация, и вот смены руководителей мало что меняется. По поводу этих всех ударов, которые происходят, вот как вы считаете, и на них вообще кто-то обращает внимание в России? Потому что я смотрела телевизор, российскую пропаганду, ну ни слова Скобеева не сказала об уничтожении этого корабля. Ну как это так? Это же действительно огромное событие, очевидное для всех. Ну опять-таки проблема заключается в том, что российское информационное поле, оно очень сильно зачищено и сообщается о том, что выгодно, что невыгодно. Информация об уничтожении большого десантного корабля «Цезарь Куников» это информация крайне нежелательная. И пока не принято решение признать этот факт, об этом ничего не будет говориться. То есть в России нет, понимаете, в Украине невозможно скрыть какое-то событие, потому что есть, да, в условиях войны есть, безусловно, военная цензура, но есть достаточно большое количество независимых каналов, телеграм-каналов, через которые правда будет доноситься. А здесь телевидение абсолютно подцензурно, и поэтому, естественно, никакая альтернативная информация, непристанная официально российским руководством, она не просачивается. Ну, кстати говоря, в России тоже есть определенное количество телеграм-каналов, в том числе и таких вот провластных, которые эту информацию подтверждают. Так что вот тоже степень, с учетом интернета, степень вот такой вот жесткой цензурированности российского информационного пространства, она существенно ослаблена. Так что какая-то информация доносится. Тем, кто хочет ее найти, он ее получит в России. В РФ окончательно не допустили к выборам президента РФ Бориса Надеждина, который считался единственным антивоенным кандидатом, и вот решение вынес Верховный суд РФ. Ну, в принципе, это было ожидаемо, но все-таки Надеждин пытался и там три иска подавал. Как вы думаете, поверившие в Надеждина и в надежду на нормализацию жизни россияне, они считают себя кинутыми? И будут ли они что-то предпринимать и как-то пытаться отомстить российским властям? Никакой опции, как вы выражаетесь, отомстить российским властям у российских граждан нет. Поскольку любая попытка протестовать, она обернется довольно приличным уголовным сроком и заключением на длительный период. Поэтому ничего этого не будет. Ну, может быть, будут какие-то одиночные пикеты, но эти люди будут довольно быстро отправлены в суд, а затем места не столь отдаленные. Что же касается ощущений, то, вы знаете, я думаю, что в основном все-таки те люди, которые выходили поддержать Надеждина, они, ну, я надеюсь, что большая часть из них понимала, что эта, в общем, история не закончится какой-то победой на выборах. То есть никто на это не рассчитывал. Я думаю, что все-таки количество, ну, совсем уж наивных, детски наивных людей, которые считают, что на этих выборах что-то можно изменить, оно представляет собой статистическую погрешность. Поэтому подавляющее большинство просто увидело в этом единственную возможность какого-то легального протеста. То есть единственную возможность протестовать без гарантии немедленно сесть в тюрьму. И именно это образовало вот то явление, которое было отдельно от Надеждина существует. Я бы сказал, что это явление было гораздо больше Надеждина. Это очереди за Надеждину. Вот эти люди, которые стояли на морозе для того, чтобы поставить свою подпись. Вот это явление было крупнее, чем Надеждина. Так иногда бывает, что человек не очень крупная политическая фигура, а прямо скажем, довольно мелкая. А Надеждин именно не крупная, а скорее мелкая политическая фигура, он вызывает к жизни, ну, значительно более крупные общественные движения. Вот очередь Надеждина, это как раз яркий пример того, когда вот эта очередь Надеждина, она по масштабу значительно превышает самого Надеждина. И, кстати говоря, по содержанию. Там были люди гораздо более радикально относящиеся к власти, чем сам Надеждин. Так что я не думаю, что это было большое разочарование. А можно сказать, что на самом деле россияне действительно не готовы к смене власти, потому что они все-таки в большинстве поддерживают на самом деле Путина, верят ему. И вот Левада-центр недавно проводили опрос и говорят, что 77 опрошенных россиян заявили, что поддерживают вторжение в Украину. Но одновременно с этим большинство выступает за начало мирных переговоров. Вы знаете, вот каждый раз, когда мне приводят данные каких-то социологических исследований, проведенных в России, я задаю себе и своим собеседникам вопрос. Вот считаете ли, вернее два вопроса. Считаете ли вы, что в России сейчас действует репрессивный фашистский режим? Или фашистский режим, или диктатура фашистского типа? Я надеюсь, что большинство моих собеседников, и вы в том числе, согласится с этим определить. И сразу же второй вопрос. Это считаете ли вы, например, что там, например, в 42-м году на улицах Берлина или на улицах Москвы все равно, можно проводить опросы, касающиеся политики, соответственно, Гитлера и, соответственно, Сталина? Ну, то есть, в каком-то 38-м году подойти или позвонить по телефону гражданину Советского Союза и спросить, как вы относитесь к политике Сталина? Ну, как вы думаете, какой будет ответ? А зачем тогда эти опросы публикуются? Значит, зачем эти опросы публикуются? Я могу сказать, опубликуются они прежде всего потому, что они подкрепляют позиции власти о том, что большинство поддерживает Путина. Это первое. А второе, ну, я просто уточню. Дело в том, что за неправильный ответ можно просто уехать в тюрьму на долгие сроки. И такие случаи были, когда, значит, человек отвечал на уличный, в ходе уличного вопроса, отвечал что-то откровенное, негативное отношение к власти, и против него было возбуждено уголовное дело. А зачем публикуются? Потому что это подкрепляет, это подкрепляет, так сказать, позицию власти. А зачем сами социологи проводят? Ну, это вообще-то беда, беда людей, это профессиональная драма. Дело в том, что все понимают, что количество, например, известно количество отказов. Для того, чтобы заполнить одну анкету, социологам приходится опросить несколько десятков людей, потому что подавляющее большинство отказывается. И любой грамотный социолог скажет, что при таком количестве отказов говорить о каких-то достоверных опросах не приходится. Потому что, а что думают те 90% людей, которые отказались вообще иметь дело с этими интервьюерами? Поэтому, ну, просто это инерция, это профессиональная драма. Знаете, как если вот есть тренеры по плаванию, а у них из бассейна выкачали всю воду. И вот они по инерции, из профессиональной деформации продолжают тренировать пловцов в сухом бассейне. Вот такая вот история. Это беда большая. Нельзя, невозможно в тоталитарном фашистском режиме проводить массовые опросы. Опросная социология здесь не работает. Поэтому основная масса, да, безусловно, поддержка путинского фашистского режима достаточно большая. Большая. Но говорить о том, что это 70% – это ошибка. Основная масса, я бы сказал, какого рода поддержка. Да, поддержка есть, но это поддержка в виде равнодушия. Подавляющему большинству россиян абсолютно наплевать на украинцев, да в том числе и на самих себя. Послушайте своих же украинских журналистов, которые беседуют с родителями военнопленных. Им наплевать на своих собственных детей. Понимаете? Вот отсюда, это самый страшный вариант поддержки Путина – равнодушие. Абсолютное наплевательство на то, что происходит в стране и за ее пределами. Вот это вот основная масса поддержки. Вот это большинство людей, которым на все наплевать. Равнодушие. Вот главный, так сказать, сегодняшний источник опоры Путина. Игорь Александрович, хочу у вас еще спросить по поводу новых заявлений Путина своему придворному журналисту Зарубину. Вот он сказал, что для России якобы будет лучше, если на выборах в Соединенных Штатах победит Байден. А зачем он о Байдене не сказал, если мы знаем его мнение? Это он для того, чтобы наоборот все проголосовали потом за Трампа? Ну да, это, слушайте, надо все-таки не забывать, что по первой своей базовой профессии Путин – это бандит, он член организованной спортивности, известно. А по второй базовой специальности он ФСБшник, он мастер вербовки, мастер разводок. И вот это такая операция прикрытия своего собственного партнера Трампа, потому что мы все знаем, как радовались в российском телевизоре, как радовались российские политики, когда Трамп вновь появился на политическом поле и заявил свои претензии на президентскую должность в Соединенных Штатах Америки. Но понимание того, что излишняя радость, откровенная радость, она может помешать Трампу избраться, сейчас было принято решение провести такую операцию прикрытия, мол, не нужен нам Трамп, нам лучше Байдена. Это верный способ утопить еще дальше, еще глубже утопить Байдена, сказав что-то хорошее. Если Путин хвалит Байдена, значит, надо голосовать за Трампа. Ну, примерно вот такая вот примитивная логика. То есть это классическая разводка в духе вот такого вот, значит, вертухая. В лагере, в концлагере, когда для того, чтобы утопить того или иного человека, надо просто, что называется, продемонстрировать, что он является другом вертухая. То есть это вот, ну вот, извините, если аналогия вам покажется низко такой натянутой, но это вот из этой серии. Ну, тут еще и Трамп тоже заявляет о том, что он якобы будет защищать Украину больше, чем Байден. Ну, и можно здесь тоже провести параллели, что это все между собой связано. Игорь Александрович, огромное спасибо за то, что вы присоединились к эфиру. Нагадаю, что Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, был еще и не с нами на связку. Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, был еще и не с нами на связке.